Всем привет! Снова здравствуйте! The Brush 7. Погнали разбираться по вопросам. Вот такой вопрос поступил. Есть конусообразная поверхность, на ней операцией вычитания вдавлен текст. Топология жесткий динамеш. Покажите, пожалуйста, как удалить текст и при этом, чтобы поверхность была правильной после этого. Так, погнали! Вот такой конус я смастерил, буквы вдавил. И давайте теперь разберёмся, как всё это дело убрать. Первый способ, погнали разбираться. Всё это дело маскируем. Вот так вот. Жмём Ctrl-W. Теперь Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, удаляем, вот эту вот, скрываем полигруппу. Теперь заходим в геометрии, находим мир, так, Modified Apology. И жмём Dell-Hidden, предварительно удалив полигоны. Dell-Hidden. Так, теперь всё это дело можно сделать дубляж. Это Display Properties. Делаем дублирование, чтобы видеть вот те части. Можно также сделать ещё полигруппу, чтобы мягче было. Открываем кисть. Вот это вот называется Current Brush, Curve Bridge, т-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д-д. Назначаем, левая кнопка мыши и Shift назначаем. Снимаем выделение, убираем курву. Вот так вот удаляются буквы. Допустим, если у вас есть на комнате какой-то узор, который нельзя испортить, да, то тут вариант уже другой может быть. Вот так вот выделяем. Чуть-чуть поворачиваем. Теперь Ctrl-Shift, левая кнопка мыши, Alt. Смотрим, чтобы всё тут нормально получилось. Ctrl-Shift, Alt. Берите поменьше. Теперь жмём Ctrl-W опять же. Ctrl-Shift. Опять заходим в геометре и жмём, удаляем полигоны, дивайды и делаем DL-Hidden. Ну вот, вот так она не закроется уже. Нужно сделать тонкую полосу, разделительную. Вот так её провести. Потомши и вот так вот её сделать. Назначаем Ctrl-W. Жмём опять же Ctrl-Shift, левая кнопка мыши и скрываем вот эту полосу. Смотрите, чтобы тут вот полностью прорезана была и в этой стороне тоже. Вот тут только стыковка была полная. Назначим разные полигруппы тогда. Вот таким вот образом. Ctrl-W. И попробуем с разными полигруппами. Вытягиваем Shift. И вытягиваем Shift. Вот у нас закрылось отверстие. Если здесь была бы надпись, то её уже бы не было. Снимаем и убираем фуру. Всё. Вот такой способ. Один, второй с одной кистью. Так. Что ещё можно придумать? Так. Вот, допустим, у нас надпись. Опять же, если рисунок какой-то, то это, конечно, посложнее будет. Ну, в принципе, можно фуром. Вот есть у нас такая штука. Фур. Смотрим, как она тут по симметрии убирается. Жмём Ctrl-Z. И теперь давайте немножко её покрутим в деформации. Вот так всё это дело перекручиваем. Заходим теперь в геометрии. Поближе поставлю. Вот надпись, вы видите. И заходим опять же, Mirror and Well. И вот у нас надпись опять исчезла. Если бы был рисунок, он бы состыковался. Правильно, неправильно. Ну, в принципе, было бы нормально, я думаю. Так, ну, вот такие простые способы. В принципе, другого варианта я не знаю. Есть ещё, конечно, варианты. Это обрезка. Допустим, если у вас непринципиально что-то, вот, допустим, буквы есть, то можно просто поставить писть обрезки, Trim Rect. Вот так вот всё это дело обрезать, ненужное. И потом Mirror and Well. Вот что касается удаления. Удаление ещё может производиться полностью, допустим, маскированием, вот так вот. И нажимаете, так, PCBT вот эту, Hide PT, нажимаете, предварительно делаете Ctrl-I, и вот так вот опять же, Hit PT, Hide PT. И уже вот с этим можно работать. Доделывать, допустим, вот у вас, если небольшое слово, ну, допустим, вот такое. Вот вы его можете вот так вот чуть-чуть тоненько выделить. Вот таким образом. И вот Ctrl-I, и Hide PT, PCBT. Вот что-то такое. Но закрывается она, конечно, не ахти. Если взять, зайти в геометрии, нажать Dell Hidden и Close House. В принципе, вмятина есть, но уже как вариант. Если потом сделать ей ZRMS, то вот это дело всё пройдёт. Или хотя бы вот выгладить. Ну, тоже как вариант. Может быть не настолько качественный, но что-то в этом духе. Так, что ещё вырезать, если можно, буквы небольшие, то можно их сгладить. Это использовать, допустим, Polish. Вот так вот где-то их там чуть-чуть подмять. Что ещё можно сделать? Если у вас есть буквы, допустим, вот внутренние, это проблемно немножко. Ну, в принципе, вот как ещё можно сделать. Если у вас маска включена, жмёте Ctrl-W. И вот теперь делаете вот таким вот образом. Так. Geometry, Dell Lower. Вот так вот можно отделить буквы просто. И опять же Dell Hidden. И опять же Close Holes. Опять же Dell Hidden. И Close Holes. Закрываются всё равно они маской. Ну, буквы уже поменьше считать. Если всё правильно сделать, то можно вот эти вот все части поубирать очень грамотно. Делаем Dell Hidden. Жмём Ctrl-W. Назначаем одну полигруппу. И Close Holes. Смотрим, что получилось. Немножко ужасно. Внутренние, потому что буквы. Ну, в принципе, можно их вот так вот сгладить. В принципе, как вариант тоже подходит. Проще, конечно, наружные буквы. Если вот, допустим, буквы поверху идут, то уже можно их тоже замаскировать, отделить от модели и просто ликвидировать. Так. Ну, вот где-то так что-то в этом духе. Так, теперь самое, что объясняют. Давайте перейдём на Яндекс. И вот такой вопрос задают на форуме. Как удалить с модели CTL текст. И вот, что тут, в принципе, ничего тут такого понятного. Ну, вот здесь есть. В гугле наберите CTL to DWG. DWG это формат PixLogic тоже. В первой ссылке будет онлайн-конвертор. Переконвертируй в DWG. А потом можно редактировать, после снова создать тело и с DWG экспортируй в CTL. Как заметили выше, быстрее будет перечертить. То бишь, переделать или сделать свою модель. Так, читаю я, наверное, тоже не ахти как. Но пойдёт. Зайдём теперь в CTL to DWG. Вот здесь есть вот эти все ссылки. Заходите, пробуйте. И вот, что тут пишут. Переделывайте формат с помощью конвертора. И закидывайте его в CAD. И получается формы пользователя. Та-та-та. И с помощью другой программы. Автокад, по-моему. Можно, да, автокад. Вот, можно там всё это дело поудалять. А потом модель уже вернуть в CTL или опт-формат. Ну, где-то так. Словом, что нашёл, тем и делюсь. Ссылки на эти сайты оставлю. Почитайте. Вот такие варианты я могу предложить. Больше пока ничего. Только что вырезать, замазать, залепить. Всё, всем пока.